Лапта Историческая справка В Лапте нужны находчивость, глубокое дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой игре нет места. На Руси лапту называли по-разному. Шибка, битка, хлопка, игра в беглые, игра в шары. Множество названий породило и большое разнообразие в правилах. На русской лапте не уникальное явление. Подобные игры с битой мечом встречаются и у других народов. Например, в Финляндии игра называется песо-пало, в Германии шлагбал, в Румынии ойна, а в США бейсбол. Русская лапту Одна команда остается в городе, а вторая идет в поле. Первый игрок команды города занимает место на площадке подающего. Его задача – отбить мяч так, чтобы он не попал в руки соперников. Остальные игроки находятся на площадке очередности, где отдыхают и ждут своей очереди. Набрасывает мяч игрок той же команды или представитель соперников, в зависимости от правил, а они в каждой местности свои. Мы приводим не классическую версию, по которой проводят чемпионаты, а адаптированную для школ. Подбрасывают мяч над кругом диаметром полметра, который можно нарисовать или обозначить небольшим обручем. При этом мяч должен лететь вертикально вверх. Обратите внимание, что подходить близко к бьющему нельзя, чтобы не получить травму. Ударить по мячу можно сбоку. В этом случае ставим одну ногу вперед. После удара провожаем мяч битый, чтобы придать ему дополнительное ускорение. При ударе сверху ноги ставим на ширину плеч, а удар выполняем из-за головы. При ударе снизу ноги также на ширине плеч. Корпус наклоняем вперед, колени сгибаем. В момент удара помогаем себе всем телом. Обратите внимание, что после удара биту не бросают, а кладут в зоне города. Удар считается выполненным, если мяч не ушел в боковой аут и перелетел в контрольную линию. У профессионалов контрольная линия находится в 10 метрах от города, но для новичков ее лучше уменьшить, чтобы игра стала более динамичной. По длине площадки алта нет. Если все игроки промахнулись или находятся вне города, то последнему бьющему дается 3 попытки. Если бы попытка не реализовалась, команды поменялись бы местами. Если ваш удар засчитали, то можно бежать в зону кона и обратно. Так вы принесете своей команде 2 очка. Бежать могут игрок, выполнивший удар, и игроки, находящиеся в пригороде и в зоне кона. Но могут и не бежать, это их выбор. Также следует помнить, что если вы вышли за линию, то вернуться назад нельзя, только бежать вперед. А еще вы можете бежать не сразу, но до того, как мяч окажется в городе. Это может стать тактической уловкой. У команды поля тоже есть возможность заработать очки. В момент осаливания перебегающих игроков из города в кон не происходит смена команд своими местами. Соответственно, в этом случае только команда поля зарабатывает 1 очко. Эти изменения дают возможность более слабым игрокам, более активно участвовать в самой игре, не тушеваться, показывать все свои способности. Очко присуждается за каждого игрока, которого посалили мячом. Обратите внимание, что это не только соперник, но и ваш одноклассник. Поэтому рассчитывайте силу удара и не цельтесь в голову и паховую область. После осаливания этот игрок направляется либо в город, либо в кон, в зависимости от того, в какую сторону он бежал. Чтобы посалить как можно больше соперников, нужно показать командную игру. Для этого активнее используйте тактику. Думайте, как расставить игроков по полю. Кому и когда передать мяч. На начальном звене играют команды одного пола. То есть, допустим, мальчики играют против девочек. Когда девочки играют в одном коллективе, они себя и поддерживают больше, когда. И появляется символ именно обыграть мальчиков. Соответственно, у мальчиков появляется символ не проиграть девочкам. И игра уже носит более такой интересный и уже соревновательный характер. В дальнейшем, когда уже физические возможности мальчиков начинают превосходить в более старшем возрасте, естественно, игра уже теряет такой интерес, как мальчики легко уже справляются с девочками. И в этом случае необходимо уже смешивать команды, смешивать команды. И в этот момент как раз уже начинается как раз сплачивание не только однополой части класса, но и всего коллектива. Но если ссадить у вашей команды получается все-таки хуже, чем бить, не расстраивайтесь. Скоро вы проявите себя. Так, чтобы равномерно получили нагрузку как одна команда, так и другая. Они играют, соответственно, по времени в течение пяти минут. Соперники играют в поле и пять минут они играют в городе. Но можно и ускорить смену локациями. Для этого нужно поймать свечу. В случае ловли мяча, если в основных правилах команда поля зарабатывает очко, в наших правилах команда меняется местами. Но так как поймать мяч всегда бывает сложнее, чем посолить игрока, то эти два момента у нас меняются местами. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков за установленное время. В 1957 году, благодаря усилиям энтузиастов станицы Динской Краснодарского края, состоялось первое официальное соревнование по лапте. 11 ноября 1986 года вышло постановление Госкомспорта СССР о развитии бейсбола, софтбола и русской лапты. Игра внеф приобрела популярность. Стали проводиться соревнования и турниры. Спустя 10 лет была организована Межрегиональная федерация любителей игры. В 2003 году она приобрела статус общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации Федерации русской лапты России.